Всем привет! Будем ровнять деревянный пол под линолеум. Линолеум стоял уже, новый был линолеум и был он и есть новый. И получается, надо выровнять пол. Почему? Потому что вот здесь доска, она покрученная, где бугорком идет, где лодочкой, и было заделано. Вот здесь вижу, ну это все по выколупывали. Вот я уже загрунтовал, по выколупывали, но оно со временем играет доскам. Вот доска, она как бы, ну, ходишь не особо так, но есть чуть-чуть. Вот, и линолеум стал волнами, так как бы. И наша задача его выровнять, сделать плоскость, так как у нас зазора нету. Вот здесь мы хотим сравнять с этим полом. Зазора особо нету, USB не пустилишь, а если даже пустилишь, его надо ровнять. Ну, как бы, особо не вариант. Вот, а нам нужна плоскость. Уровень нам не обязательно, а плоскость нам нужна. Вот, взял вот такие вот маяки, пластиковые, шестерочку. Вот, и сейчас замешаю чуть-чуть клея, выставлю до этой части, вот, а то уже уйдет на нет, потому что там более-менее ровно. Вот, уйдет на нет и выровняем с этим полом, потому что там будет сразу же на тот пол ложиться линолеум. И дверь уже заказана по тому проему, и чтобы не было этого перепада, чтобы оно было все соцельное. Сейчас всунули маяки, и завтра, наверное, все это зальем, получаем и клеем. Вот, какие у нас щели, вот он видно, там впадина, там бугорок, там впадина, там наоборот. Вот так вот он выглядит. Ну, нам, как бы, уровень нам не важен, нам важна плоскость. Вот, и нам надо выйти из того пола. Вот так вот получается. Маяк сейчас установим до этой части, где у нас 6 миллиметров. Вот, а то выйдем на нет, клеем, перетягиваем его, и все, и будет нормальная у нас плоскость. Сейчас установлю маяки, вот, и смесь завтра возьму, и все затянув смесью. Вот, восстановил маяки. Вот, получается, у меня здесь для галопровила, как раз здесь вот эта часть, вот, вот эта часть уже более-менее ровная. То есть, отсюда, с того маяка, мы потом уже протянем тонким клеем до вот этих пор. Вот, подровняем. Здесь получилось чуть больше, здесь и ямы побольше, и слой побольше. Вот, там получилось у нас западлицо с тем полом паркетным. Вот, и сейчас нам надо пройти вот эти вот края пеной, когда мы зальем стяжку, чтобы она, доски будут под ним играть, как бы, ну, там, час досок, как бы, не сильно так, но чуть будет по-любому играть. И чтобы стяжка не упиралась в стены, и, как бы, держалась одним доктором. Вот, я на самом деле буду так лопаться, как вот эти вот заделки, которые были. Вот, ну, потому что по-другому варианта другого я не вижу, потому что здесь 6 миллиметров. Ну, здесь вот притык маяк стоит, вот здесь, то есть, 6-миллиметровый USB, ну, а толку, если там, получается, ориентировочно, вот, маяк, вот, видно, вот, и плюс здесь где-то сантиметра полтора. Вот, здесь на нет 6 миллиметров, то есть, ну, нема здесь, куда этого USB-листа стелить, и, ну, и рубец этот сюда не выйдешь, потому что здесь, ну, как бы, нормально было эти стяжечки. Сейчас запеню все, вот, и завтра уже будем заливать. Рассмотреть. Вот, 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 вот. Вот. Продолжение следует... 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 Продолжение следует...